Вы думаете, что мы живем по Григорианскому календарю, на который Советская Россия перешла в 1918 году, а Западная Европа в 1582 году по булле Папы Григория XIII? А вот и нет. Мы до сих пор живем по юлианскому календарю, который был учрежден, нет, не Юлием Цезарем, а Папой Юлием II 1 января 1500 года. Про даты его понтификата, которые не совпадают с датой 1500, я поясню чуть позже. В этом фильме я представлю вам более чем полные достаточные доказательства, что никакого перехода на григорианский календарь не было. Европа как жила по юлианскому календарю, так и продолжает жить по юлианскому календарю. К сожалению, если тут уместно будет о чем-то сожалеть, в этой хронологической календарной афере принял участие и наш царь Петр I со своей календарной реформой 1700 года. Вы будете смеяться после просмотра этого фильма, но старый Новый год, который мы, как историческую традицию, отмечаем с 13 на 14 января, это всего лишь символ той самой Петровской календарно-хронологической фальсификации и не более того. Потому что Новый год 1 января, якобы по григорианскому календарю, это не что иное, как Новый год по юлианскому календарю, потому что никакого перехода с юлианского календаря на григорианский не было. В принципе, на это можно ставить жирную точку в моих хронологических исследованиях, потому что мне больше нечего исследовать и доказывать в этом направлении, потому что на сегодня у меня на руках не только косвенные, но и прямые, прямее уже некуда доказательства, что нас с историей христианства, как бы это помягче сказать... Достаточно длительный перерыв в работе на моем основном канале был связан с тем, что мне пришлось немного отвлечься. Наконец-таки я перевел другую историю Римской империи на английский язык. Книгу на Амазоне я выложил только в электронном виде и только на английском языке, так как на русском языке я уже имею печальный опыт издания книги в электронном виде. Литрес раздал права на ее скачивание всем, кому не лень. Это называется «Партнеры Литреса». Их было несколько десятков. А я получал за эти многотысячные скачивания копейки, потому как у меня не было никакого контроля, кто сколько копий продал, включая сам Литрес. Надеюсь, что с Амазоном будет иначе. Книгу издания 2018 года до сих пор можно найти в интернете, несмотря на то, что я давно снял ее с продаж, устал уже бороться с этими пиратами. Не тратьте свое время на чтение первой версии моей книги, потому что с 2018 года я ушел далеко вперед. Лучше посмотрите мои первые фильмы «Видеоглавы». Они вышли после публикации первого издания моей книги. В них больше новизны и информации, чем в первой редакции моей книги. А еще больше новизны и эксклюзива во втором печатном издании 2020 года. Кое-что нового я добавил в английскую версию. Так что тот, кто на сегодня не имеет возможности купить книгу из России, теперь у вас такая возможность есть. Конечно, только для тех, кто читает на английском. Итак, в 1700 году Петр изменил начало летоисчисления от сотворения мира на «от Рождества Христова». 7208 год по византийской ире стал 1700 годом от Рождества Христова, а Новый год был перенесен с 1 сентября на 1 января. Почему Петр I ввел юлианский календарь, а не сразу григорианский? С одной стороны, Петр был весь такой прогрессивный и прозападный, рубил бороды своим боярам, рядил их в европейский кафтан, а с другой стороны поступил как махровый консерватор, ввел юлианский календарь, которым Европа уже давно не пользовалась. Это можно объяснить тем, что православная Россия и все восточные греческие церкви жили не по григорианскому календарю, а по юлианскому. Вроде бы объяснение найдено, но не все так просто, если начинать разбираться в деталях. А сейчас я вам хочу представить новую линейку инновационных продуктов российско-швейцарской разработки, которые мы знаем под маркой Синтезит. Синтезит сердца-сосуды для улучшения работы сердца и сосудов. Синтезит фитнес-актив для спорта и фитнеса. Синтезит детокс-похудение для детоксикации организма и контроля веса. Синтезит омоложения для активации процессов омоложения организма. В этих новинках классический Синтезит скомбинирован с мощными экстрактами лекарственных трав, что в сумме дает синергетический эффект, и вы почувствуете себя бодрым и полным сил на протяжении всего рабочего дня. Поэтому все больше и больше профессиональных спортсменов тренируются вместе с Синтезитом. Но это было бы невозможно, если бы Синтезит не имел антидопинговый сертификат, выданный той самой лабораторией ВАДА. Начали мы приём где-то по две капсулы, раз в день, утром перед завтраком, что, кстати, очень упрощает приём. Выпил с утра перед завтраком и забыл вообще на весь день. У меня очень много штанги, очень много беговой работы, прыжковой работы, которая очень бьёт по функционалу, по настроению, по коленкам. Во время такой работы очень сильно падают показатели. Железо, гемоглобин, ну, в общем, всё рухает вообще очень низко. А здесь как бы я увидела, что железо растёт, гемоглобин растёт. Моё состояние вообще очень замечательное для данного периода, что, в принципе, и подтвердили мои тестовые работы. Как бы беговая, 2 по 200, через 5 минут на максималку. Я вообще выдала феерические для себя показатели. Как бы я за все свои 15 лет жизни, наверное, так не бегала. Да не, наверное, точно не бегала. Приобрести Синтезит со скидкой до 10% вы можете по моим промокодам. Ссылки на официальный сайт Синтезита и многочисленные отзывы о нём вы найдёте внизу в описании. Многие из вас уже знают или хотя бы слышали об иеромонахе Арсении Суханове. Видный церковный деятель во времена правления Алексея Михайловича и патриарха в Московских и всея Руси Иосифа и Никона. А знаете и слышали о нём в основном по его литературному произведению «Приня с греками о верею». Зачитаю несколько отрывков из этого произведения на современном русском языке, чтобы не утомлять слушателя старорусскими архаизмами. 9 мая 1649 год от Рождества Христова сидели с патриархом Иерусалимским в трапезе все братья, и после трапезы патриарх пошёл к себе, а старцу Арсению велел за собой идти, говоря ему, «Арсений, вчера Иосаф передал мне твои слова, чтобы мне с тобою кому-нибудь посидеть и поговорить о летописце». «Для чего тебе это надобно?» «Летописец» — это церковная хронологическая летопись от сотворения мира или Рождества Христова. Арсений ответил, что «надобно это для того, что у нас с вами летописец от Рождества Христова не сходится». Забегая вперёд, сразу скажу, что русский летописец с греческим не сходился по годам ровно до календарной реформы Петра Первого. Цитирую далее. «Патриарх, да как мне мниться, у нас ли года потеряны или у вас? Говори со мною, Арсений. Владыка святый, с тобою мне о том говорить не уметь, либо речь в задор пойдёт, чтоб тебя на гнев не привести». Суханов до такой эмоциональной степени озабочен этим хронологическим расхождением, что боится не сдержаться и наговорить иерусалимскому патриарху лишнего. «Вели говорить со мною, кому иному говорить, и что мы будем говорить, вели нам это записывать». То есть вести протокол прений. Патриарх, скажи мне, Арсений, кто тебе надобен, с кем тебе говорить? «Арсений, дай мне кого из своих архимандритов, кого изволишь? А те люди науки высокой. Говорить с ними о правде мне будет трудно, так как у них наука такова, что тщаться они не истину сыскать, а только бы перетянуть и многословием своим истину замять. На то они полагаются, и наука у них такая, езуитская». Суханов тут говорит о своих коллегах-монахах. Архимандрит – это высшее звание монашествующих священников. Он попросил иерусалимского патриарха вести протокол прений, так как знает, что иерусалимские архимандриты получили иезуитское образование и в совершенстве владеют демагогическими приемами, и только лишь слова, закрепленные чернилами и бумагой, могли бы принудить их вести в прения в более-менее конструктивном русле. Пропускаю несколько строк. Патриарх – «Арсений, невозможно четырем патриархам погрешить в таком деле, что ты говоришь о летописце, будто у нас с вами не сходится, то у вас потеряно, а у нас, у четырех патриархов, тут у всех едино согласие». Арсений, «Бладыка святый, мнится мне, что у вас погрешено, поскольку по взятии царя Града от турка латинцы книги греческие все выкупили и у себя переправя печатали по-гречески и вам раздавали». Арсений Суханов прямым текстом говорит, что все четыре православных патриархата – Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский – были под большим влиянием римской церкви, латинцев, то есть римского патриархата. Более того, высшие церковные иерархи этих четырех православных патриархатов, в том числе и монахи-архимандриты, получили иезуитское католическое образование, потому что все четыре восточных греческих патриархата были по сути филиалами римского патриархата. Достаточно посмотреть на герб Константинопольского патриархата с папскими ключами на фасаде святого Георгия, и сразу все станет понятно. А сейчас тот самый фрагмент испрений с греками, которые меня уже не раз просили прокомментировать, цитируя с адаптацией к современному русскому языку. Арсений Суханов, обращаясь к грекам, «Вы же или та от Рождества Христова потеряли?» Пишите в нынешнем 158 году от Рождества Христова 1650 год. В чем вас ваши же греческие книги и изобличают? Некоторые исследователи-альтернативщики зацепились за 158 год от Рождества Христова. 1650 минус 158 получается довольно значимое число – 1492. Год открытия Америки – ровно 7000 лет от сотворения мира и год Рождества Христова. Такой вывод у них напрашивается. Однако, если мы посмотрим в первоисточник, то увидим, что 158 год – это сокращенно 7158 по летоисчислению от сотворения мира. Иисус действительно родился в 15 веке, но не в конце, а в середине этого века. Смотрите мои фильмы. Здесь мы на доказательствах даты рождения Христа останавливаться не будем. Вот как эта фраза записана в рукописной копии. Кириллицей стоит 158, а вместо 1650 почему-то стоит 1600. Скорее всего, это описка переписчика – обычное явление для рукописных документов. Еще раз напомню, что это не оригинал дневника старца Арсения Суханова, а одна из его рукописных копий. Данная копия датируется специалистами Ленинки второй половины XIX века, в которой в этой копии масса расхождений с оригиналом, в том числе и такие, когда у кириллической записи буквами 1000, буква А щетточкой, плюс 600, буква Х, не хватало одной буквы, обозначающей число 50. Но что же было в оригинале? И тут нас выручают комментаторы XIX века, которые видели оригинал или более ранние копии дневника Суханова, в которых говорится следующее. Цитирую один из таких источников XIX века в переводе на современный русский язык. «От римлян вы лето от Рождества Христова потеряли. Пишите в 158 году, как 1650 год от Рождества Христова. И в этом вас изобличают ваши же греческие книги, но вы им не повинуетесь, ибо во всех летописцах написано, что Христос родился в 5500 году от сотворения мира, и сему разуму немного надобна только одна правда. Сие же вам досталось от римлян, потому что школ греческого учения вы не имеете, и книги вам печатаются в Венеции. Вы ходите учиться по-гречески, то есть греческой вере, в Рим и Венецию, и доскалы – это церковные учителя, у вас все от всех наук еретических, и так далее». По мнению Суханова, который ссылается на летописцы и греческие книги, Христос родился в 5500 году от сотворения мира. И действительно, источники первой половины 17 века подтверждают, что греки на первую половину 17 века считали, что от сотворения мира или от Адама до рождения Христа 5500 лет. Тут нужно сделать замечание, что эта книга 1613 года была отредактирована и перепечатана шрифтами 19 века. Но кое-что цензоры от истории забыли в ней почистить. В такой же перепечатанной книге 1513 года, кстати, упоминание об этой книге и ее авторе, католическом священнике, есть даже в Википедии. Статья в итальянской версии Википедии. Так вот, в этой книге сказано, что Иисус родился в 5500 году. Текст зачитывать не буду. Кому интересно, ставьте на паузу. В этом фрагменте отражена первая сырая версия даты Рождества Христова. 5500 год от сотворения мира. Католики опомнились позже и добавили к этой круглой дате 8 лет, чтобы она не была такой круглой. Причем изначально 5500 лет было не только у Амвросия Медиаландского, одного из четырех великих латинских учителей церкви, но и у апостола Павла. Но опять же, так считал не сам апостол Павел, а первые составители новой удлиненной версии истории христианства. Сегодня вы нигде не найдете первых изданий Нового Завета, в которых есть дата 5500. И это ровно то, о чем я говорил в своих фильмах 12 и 13, о юлианском и григорианском календарях, что изначально дата 5500 была датой сотворения Адама, середина шестого божьего дня, где каждый божий день трактовался богословами конца 15 века по тысячи земных лет. У папы Юлия II, автора юлианского календаря, он же Гай Юлий Цезарь Октавиан Август, все было предельно логично. Бог сотворил этот мир за шесть дней по тысяче лет, согласно второму соборному посланию Петра. А в середине шестого дня Бог создал Адама, первого человека на земле. Поэтому юлианский календарь начинается от Адама. Календарь папы Юлия II не предусматривал в истории человечества никаких веков до нашей эры. Однако после того, как Ватикан решил удлинить историю христианства, в юлианском календаре поменяли точку отчета. И 5500 год сотворения Адама стал годом Рождества Христова. Именно эта новая дата и попала в летописцы всех церквей, в том числе и Римской Церкви. Но вскоре римляне поняли, что такая круглая разница между летоисчислениями от сотворения мира и от Рождества Христова ровно 5500 лет будет наводить на мысли, что произошла подмена точек отсчета от Адама на от Христа, добавили 8 лет, чтобы запутать следы. А заодно и отвести подозрения от папы Юлия II в авторстве юлианского календаря. Понтификат же его дяди Юлия Цезаря, папы Юлия I, историки вообще вырезали из XV века и перенесли в I век до нашей эры. Бумага все стерпит. В XIX веке русские историки уже не понимали, почему в русских летописцах дата Рождества Христова была 5500, а не 5508. Не все из них были допущены к тайне с большой буквы. В этом взбоднике рукописей 1848 года упоминается сочинение неизвестного церковного автора 1615 года, который закончил свое произведение такими словами. Написал в лето от сотворения мира 7123, а от воплощения Сына Божия 1623. На что составитель этого сборника сделал следующее замечание. Вместо 1623 читает 1615. В XVII столетии Рождество Христово полагали у нас не в 5508 году, а в 5500 году от сотворения мира. И примеров всего можно привести довольно. Запомним это. А XVII век – это тот самый век, в конце которого Петр I ввел юлианский календарь. Но в таком случае получается, что именно Петр I привел в соответствие дату рождения Христа к натовскому, пардон, к западному стандарту в 5508 лет. После чего образовалось такое явление, как расхождение летоисчислений у официальной русской церкви и разного рода старообрядцев. Процитирую один из источников XIX века об этом хронологическом расхождении. Вопросу о летах воплощения Господня придает большую важность беспоповцы и противокружники. Противокружники – это те, кто совершает крестный ход вокруг храма по движению солнца – посолонь, поставляя его в связь со своим учением о имени Иисуса. Они богохульно проповедуют, что будто бы греко-российская церковь под именем Иисуса верует военного Бога, лже-Иисуса, родившегося 8 лет спустя по Рождестве Спасителя Мира Иисуса Христа в 5508 году от мироздания, а не в 5500 году. Итак, для чего Петр I провел календарную реформу? Во-первых, дата Рождества Христова от сотворения мира была изменена с 5500 на 5508, чтобы уже окончательно отвести подозрения от Папы Юлия II в его причастности к юлианскому календарю. Во-вторых, Петр должен был не просто перенести начало года с 1 сентября на 1 января, но и легитимировать таким образом придуманную историками задним числом календарную реформу Папы Григория XIII, образовавшейся разницей в 11 дней на 1700 год между юлианским и григорианским календарями. Историки уничтожили или надежно спрятали все допетровские календари, месяцы, словы. Их нет в свободном доступе, искал, не нашел. Это все, что есть в гугл-книгах «Самый ранний календарь Петровский 1709 года». По допетровским месяцы словам можно проверить, что Петр вычел из текущего календаря 11 дней, чтобы образовалась эта легитимирующая григорианский календарь разница между двумя календарями. И то, что разница в 11 дней уже была при Петре, не позже, легко проверяется. Открываем самый ранее доступный российский календарь и смотрим, например, в январе новая луна 29 числа. Прибавляем 11 дней, чтобы получить дату по григорианскому календарю. Получаем 9 февраля. И действительно, 9 февраля по григорианскому календарю новая луна. Я уже говорил в своих фильмах и книге, что Папа Григорий XIII не имел никакого отношения к григорианскому календарю. Ему было до лампочки, какой день календаря приходился на день весеннего равноденствия во время первого Никейского собора в придуманном историками 325 году. На могиле Григория XIII изображены древнеримские богини Клио и Минерва, ничего общего с христианской символикой не имеющие. Григорианский календарь – это не что иное, как операция легитимации, удлинение истории христианства на полторы тысячи лет. Никто из этих стран не переходил на григорианский календарь. Европа как жила по юлианскому календарю, так и продолжает жить по нему. Все российские календари XVI-XVII веков спрятали или уничтожили, а европейские календари за этот период сохранились и даже есть в свободном доступе. Вот, например, календарь 1507 года издания на 1508 год с нонами, идами и календами, пережитками лунного, древнего, очень древнего римского календаря. В мартовские иды был убит Юлий Цезарь. Откуда в начале XVI века название дней месяца от календаря, который прекратил свое существование в I веке до н.э. У историков на этот вопрос нет ответа, а у меня есть. Римский лунный календарь закончился не 1 января 45 года до н.э., а 1 января 1500 года нашей эры принятием Папой Юлием II одноименного солнечного календаря и нового летоисчисления от Адама. И это нормально. И естественно, что еще несколько десятков лет после принятия солнечного календаря в 1500 году люди по привычке дни месяца называли нонами, идами и календами от старого римского лунного календаря. Но эта привычка не могла растянуться на более чем полторы тысячи лет. Вот полюбуйтесь, в римском календаре все эти обозначения дней месяца практиковалась до 45 года до н.э., а потом раз и уже и не практиковалась. Историки, вам не стыдно так нагло и неприкрыто нас обманывать? Или в таком случае хотя бы удалите из свободного доступа календари 16 века, чтобы ваша брехня выглядела более правдоподобной? Итак, если Юлианский солнечный календарь пришел на смену римскому лунному календарю или лунно-солнечному, так будет правильнее, то на 1 января 1500 года логично будет предположить, должно было быть новолуние, после чего это правило каждый месяц римского лунного календаря начинался с новолуния, уже не соблюдалось, так как Юлианский календарь уже не был лунным календарем. 1 января 1500 года новолуние, да еще и первый день недели. Очень символично для начала нового календаря, причем по Григорианскому календарю. Вначале я думал, что это чисто совпадение, вероятность такого случайного совпадения 1 к 31, если не считать совпадение с началом недели. Чтобы лишний раз удостовериться, нашел другой календарь с вазами Луны 1562 года. До календарной реформы Григория 13 пройдет долгих 20 лет. Проверил все месяцы, не поленился, новолуние я этого до Григорианского календаря совпадают с новолуниями за этот год по Григорианскому календарю, что возможно только в одном случае. Не было никакого перехода с Юлианского календаря на Григорианский. Обратите внимание, буква «Ф» рядом с тройкой третий день месяца. Это суббота. Даже дни недели совпадают. Невероятно. Вероятность такого совпадения 1 к 210 для месяца из 30 дней. Вероятность выиграть ставку на число в рулетке 1 к 37. Ссылки на эти сервисы по определению фаз Луны оставлю внизу в описании. Кому интересно, можете сами все проверить. Представляете, какую огромную работу проделала римская католическая церковь, сколько сложных слоев фальсификации она наложила на историю человечества. И все только ради того, чтобы защитить свою церковную репутацию, отодвинув подальше вглубь веков казнь апостола Петра, других апостолов и гонения на первых христиан римскими папами 16-17 веков во время так называемой реформации и религиозных войн. Протестантов долго уговаривать не пришлось. Они хоть и были в контрах с папским престолом, но им тоже нужна была древняя история христианства. Хотя бы для того, чтобы скрыть от своей паствы тот факт, что христианство еще совсем недавно, в первой половине 16 века, до Триденского собора, было всего лишь развитием общеевропейского иудаизма, основанного на законе Моисея. Протестанты и лично Лютер выступали резко против закона Моисея, в результате чего иудаизм, это, кстати, латинское слово, постепенно стал токсичной религией. И только лишь на Триденском соборе компромисс был достигнут. Протестанты согласились включить в Библию не только Евангелие, но и книги Ветхого Завета. И там же на Триденском соборе впервые было предложено удлинить историю христианства с помощью Святой Троицы. Отсюда и название собора Триденский, а маленький итальянский город Трента подмахнули уже задним числом. Изначально Иисус не был Богом. Домини на латыни. Этим словом, как титулом, обращались к Богу, даже к языческому Богу, либо к монарху, королю, князю, которых также наделяли божественной сущностью. Кажется, теперь я начинаю понимать, зачем была придумана история, что Иисус якобы называл себя Царем Иудейским. Хотя Он этого никогда никому не говорил, за что Его собственно и казнили, как самозванца. Причем Церковь подхватила эту клевету и стала усиленно тиражировать изображение распятия с табличкой, что Иисус Царь Иудейский. Видимо, это была первая попытка привязать к Иисусу слово Домини. Но после того, как иудаизм стал токсичной религией, стараниями протестантов во главе с Лютером, быть Царем Иудейским стало уже неприличным. Поэтому Иисуса пришлось сделать не просто Царем, а Богом по сложной триединной формуле, чтобы избежать многобожия. И все это делалось по той лишь причине, что по всей Европе во всех документах даты были прописаны как Анно Домини, то есть в год такой-то от воплощения, воплощения не рождения Господа нашего в теле Адама, которого Бог создал, воплотил инкарнация на латыни по образу своему и подобию. Вот для чего Иисус и должен был стать Богом, то есть Домини, чтобы произвести подмену летоисчисления от Адама на от Христа, после чего автоматом все неприятные для Римской Церкви и Римских Пап исторические события переносились в глубокое античное прошлое. На этой картине Джеролама до Санта-Крочи середины XVI века мученичества Святого Лаврентия скорее всего изображен Папа Александр VI Борджиа. В левом нижнем углу сидит еще живой неказненный Папой Львом X апостол Петр. Мальчик рядом с ним держит так называемые ключи Петра. Ни в коем случае нельзя было оставлять все это в XV-XVI веках. И как вы теперь уже знаете, в этой вселенской календарно-хронологической афере поучаствовал и наш царь Петр практически сразу же после того, как съездил в Европу. Видимо, поэтому допетровских календарей не просто нет в свободном доступе, а вообще нет, потому что по допетровским календарям этот календарный подлог якобы с переходом на юлианский календарь в 1700 году мог быть легко вычислен. На этом у меня все. Спасибо вам за ваши лайки и комментарии. Всего вам доброго и до новых встреч. С вами был Александр Таманский.